Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы посмотрим расклад на тему «Что исполнится в вашей жизни?» Что исполнится в вашей жизни? Давайте смотреть. Так. Что исполнится в вашей жизни? Так, я сначала увидела четыре стены. Если кто-то хотел дом, исполнится. Всё будет нормально. Найти хорошую квартиру — исполнится. Продать квартиру — исполнится. То, что вы хотели по поводу недвижимости будет исполняться. И слава Богу! Итак, что исполнится в вашей жизни скоро? Давайте смотреть. Так, вы достигнете чего-то. Но смотрите, вы исполните желание. Оно будет у вас в руках. Оно будет принадлежать вам. Но вы как-то не продумали последующие шаги. Вы не знаете, что дальше. Вы не знаете, как дальше действовать. Вот вы держите это желание и такая, блин, что с этим делать? Что дальше? Я не знаю, что делать с этим, вы скажете. Хорошо. Исполните какое-то желание. Вот прям причём это вашими усилиями сделано. Вашим трудом, вашим мозгом, вашими ручками достижение какой-то цели. Вам честь и хвала. Но почему-то вы не понимаете, что с этим делать. да, не знаете, не знаете, что с этим делать. А что это такое? Вам подскажет какой-то мужчина в этом. Так, тут предвидится разговор с человеком, разговор с мужчиной. Вот что же такое интересное исполняется. Какой-то разговор будет по поводу того, что же вам дальше делать с исполненным вашим желанием. Что это за желание исполнится? Давайте посмотрим. а, смотрите, тут прям два в одном. Тут проявление человека из прошлого. Либо мужчины какого-то, который осознал что-то. Вот. И у вас не будет разговор. Вы этого хотели, но вы не знаете, что с этим делать. Такое себе желание, как говорится. Нет, тут проявление любви. Вы когда-то этого хотели. Вы достигли, но больше этого не хотите. Вот так вот бывает. Вы знаете, тут до чего нам хотят привести, к чему? То, что когда-то вы очень сильно хотели, чтобы этот человек был с вами. Вы этого пожелали. Потом, возможно, произошло очень много событий в жизни. Вы там как-то там расставались или не расставались. В итоге вы уже этого не хотите. Но это исполняется. То есть исполнение желания не вовремя, как говорят. А знаете, когда исполняется желание не вовремя? Когда это не ваше желание. Этот мужчина был не вашим. И вам его дают позже только потому, чтобы понять, чтобы вселенная поняла, ваше это или нет. Тут интересный такой момент психологический и даже философский. Тут мужчина будет клясться в любви, объясняться, хотеть вас свернуть. Ну, по крайней мере, поговорить, что-то говорить о любви. Так, ну что ж. да, здесь возврат идет. Но вы его возвращаете назад. Вы не хотите с ним разговаривать. Потому что понимаете, что давно вышли из такого состояния, когда зависели эмоционально или же психически даже как-то, да, от этого человека. кем бы он ни был. Может быть, действительно, это какие-то рабочие процессы, бизнес-процессы или же отношения. Здесь присутствовали вот именно эмоциональная завязка. Вам было больно, обидно, и вы сейчас вообще как-то по-другому относитесь к этому. То есть, прошло то время. Ну, состоится разговор. Вот и хорошо. Вы даже осознаете, что как-то жаль, что ли, человека станет либо себя, что вы столько времени потратили. Но знаете, что всё равно вы как-то восстанавливаете свой баланс. Вы понимаете, что с тем человеком точно не достигли бы ничего. да, тот мужчина хочет прерывать вот этот момент тишины и поговорить с вами. Будет что-то доказывать. А вы знаете, что вот он будто бы полностью одинок, вот почему-то уклонно вот эту фразу идёт. хорошо. Вот это исполнится. Разговор какой-то будет. Вы хотели этого разговора? Получится. Ну, видите, по двоечке что-то, что-то незначительное может всё-таки сейчас для вас, а раньше это считалось для вас, вы знаете, как вот видите, он держит в руках мир, целый мир. Но он маленький. Для вас это уже незначительный мячик. А раньше для вас этот человек может быть целым миром. То есть вы получаете то, что вам не нужно. Но бывает и так. Да, вы отказываетесь сейчас от этого. Вам уже не нужно это. Значит, оно не нужно было и тогда, когда вы очень сильно просили. Вселенная просто уберегла вас от чего-то. А вот интересно, давайте посмотрим. Раз перевели нас сейчас вот эти это гадание к такой фразе, да, Вселенная уберегла от чего-то и не дала сразу вам счастья, допустим, встречи с этим человеком. От чего вас уберегли? От лёгкого отношения к вам. Очень лёгкого. В итоге вы были бы заложницей человека, который просто пользуется вами. Вот так. С каком каком-то. Так, дальше. чтобы эта карта не фонила, мы будем её откладывать. вот так её отложу. Хорошо, что ещё исполнится в вашей жизни? Что исполнится? Показывают мечевую королеву. Исполнится что-то, связанное с какой-то женщиной, может быть? или же вы на троне будете сидеть и что-то решать? Что это такое исполнится? Что это исполнится? Что исполнится? Ух ты, магия какая-то. Семёрки вышли. Что-то исполнится относительно женщины какой-то. кто она вам такая? Кто она для вас такая? смотрите, тут идёт женщина, которая будто бы получила что-то ваше. Она применяла закон и отошла в сторону. Так, хорошо. Здесь вы теперь занимаете её позицию решалы, позицию, которую когда-то занимала она. Вот она вас блокировала в чём-то, забрала ваше, будто бы. Но проходит время и это ваше. То есть вы возвращаете себе свой трон. Вот так вот. здесь хочется спросить, есть какой-то враг у вас тут? Покончено, с врагом покончено. здесь может быть различное что-то, например, почему-то показано, вот детская карта идёт, да, это может быть что-то с детства тянущееся, но вот этот момент закончен, всё. вы возвращаете себе своё. А какие-то связи, какая связь у вас с ней? Восьмёрки идут. Здесь всё-таки то, над чем вы трудились. А почему она присвоила это? Видите, карта вора, она украла это. Ну вот посчитала, что так так нужно, что это правильно. Тем более у неё ещё был тот, кто помогает ей в этом. Она просто как забрала это себе в своё вот у неё и так это было что-то, да, и вот она добавила. Ну у каждого своё, конечно. всё, тут идёт новый прорыв, виток. Это что-то как давно забытое, что ли? Это что-то семейное, говорят. Ну вот хорошо, когда возвращается трон. А ну давайте ещё раз сюда погадаем, что это тут. что-то тут нам хотят сказать такое. Что исполнится? Что исполнится? Вам об этом сообщат. Вот вам ваша сила вернётся. Ваша сила, ваш трон ваш, всё. Тут какая-то женщина пользовалась вашим троном. Вот что это такое? Теперь трон ваш. В чём? Не знаю, может занимала должность, на которую вы претендовали, либо на которую вы метили, если брать работу. В какой-то сфере, ну тут наверное разные сферы могут быть. Это различные сферы. Здесь забрали то, что она пользовалась вашим чем-то, что обещано было вам. А как она его отдаст? Ой, она не захочет это отдавать, но придётся. Очень долго длилось вот это пользование чем-то вашим. В общем, ей придётся отдать. Девочки, у кого вот такая ситуация, просто интересно. Что это такое? Вам отдадут? Если захотите, напишите. Можно, кстати, не в этом видео, потому что навряд ли вы его найдёте. Ну, по-другим просто интересно. Что это такое? Что-то ваше отдадут? Не думайте, что это что-то использовалось и как бы нет, тут что-то такое, что нельзя так использовать. Это не материальное может быть? Ну, что-то ваше, ваш трон отдали. Вы когда-то искали пути, как это получить? да. Ну, вот всё, приходит момент, когда это случится. Но это ближайшее, наверное, всё-таки три, 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 ну, наверное, три месяца всё-таки, вот как-то так. Максимум три месяца, может, даже три дня, три недели. Отлично. что исполнится? Что исполнится скоро? Что исполнится скоро? Так, что за страх какой-то? Надо будет идти. Ой, вы же чего-то боитесь? Ну, вы вообще не бойтесь. Почему? Потому что тут говорят, что то, чего вы боитесь, вы не хотите делать какой-то шаг, либо боитесь делать какой-то шаг, но он-то светлый. Тут что-то такое, что нужно сделать этот шаг. Вас поддержат, вам помогут какой-то шаг, вот этот страх, то, чего вы, исполнится какой-то шаг, будто бы страшно его делать, но вот нужно сделать. А что это в итоге даст? В итоге принесёт хорошие плоды. даже то, что превзойдёт ваши ожидания. Вы, когда пойдёте навстречу своему страху, этот страх рассеется, его просто нет, он исчезнет, испарится, не будет исполнится. Итог хороший. Смотрите, здесь вы с монеткой сидите. помощь людей будет, а вы получаете вот то, на что и не надеялись, может быть. Хорошо, что это за страх, как его переступить? Посмотрим. Это нужно подняться, заявить права. То, за что вы боретесь, либо побороться за что-то. Вот, побороться за что-то. Очень это важно для вас. Это, смотрите, что-то такое, вот, какой-то шаг, который нужно сделать. Это может быть то, что вы начали когда-то. А для кого-то, смотрите, это всё-таки карта пожара, это что-то связанное с детьми. Общий язык найти для начала. Ну, вот такая интересная тема. Давайте посмотрим результат. Вот, вы переступили страху, да. Ой, это замечательно. Смотрите, туз, чаш. Ну, что тут? Исполнение, переполненность чувств, наполненность, вдохновение. Замечательно, вот, ощущение себя. да. Так, мои дорогие, поэтому, смело, переступив через страх, сделав шаг, казалось бы, казалось бы, рискованный, вас тоже тут же ждёт поддержка. Причём, здесь вообще говорят, что такой шаг вы уже делали, подобный шаг когда-то. то есть, атмосфера будет дружественной и ваше пространство будет дружественным на вас. Так, что же ещё случится и, значит, исполнится? Что же ещё исполнится в вашей жизни скоро? Что ещё исполнится? А здесь солнышко. Возможно, исполнится что-то радостное, счастливое, сказочное, то, что действительно согреет и вас, и ваших самых близких людей. А что исполнится? Может, детская какая-то мечта исполнится? Да, детская мечта, но исполнили вы её сама для себя, получается. Детская. Очень быстрое исполнение. Какой итог? Ну-ка. Какой итог? Смотрите, вы даже, ну вот как подсказочка такая, да, то, что не хотел для вас исполнить когда-то какой-то мужчина. Это исполнится. Вот так вот. Что это? Ещё подсказочки. Давайте, что это? То, что вы уже отчаялись себе, ну как, для себя получить, ну благодаря вашей тишине внутренней, вот, смирению, может быть, с тем, что, ну никогда не произойдёт. Вот оно всё-таки произойдёт. Произойдёт. Да, поменялось всё сейчас. И будет глобальный какой-то такой поворот в вашей судьбе, когда вам будет дано то, что вы заслужили по праву ваше теперь. Это что-то очень серьёзное, что-то очень крутое. Это не то, что вот вначале мы смотрели, помните, когда в разговоре с каким-то мужчиной, с которым вы когда-то ну вот хотели, может быть, это получить, а не так разговор, скорее всего, да, как с самого мужчины. Тут здесь совершенно другое. здесь вот некая крупная, может, даже уже и немыслимая, вот как-то так даётся вам по праву. Ну да, вы сомневались, но это будет ваше, это будет ваше, это точка, это будет ваше однозначно. То есть тут, знаете как, это желание застолблено за вами, застолбили за вами, всё, никому больше не достанется, оно ваше. Вот так. Давайте посмотрим парочку советов. Я очень хотела бы посмотреть, как высшие силы вообще отреагируют на ближайший период. Тоже вот как один отдельный расклад в этом видео. Посмотрим, что советуют высшие силы на ближайшее время. Ну, в относительном разрезе вот этой темы нашей. Что? Так, здесь у нас пятёрка пентаклей. Так, возможно, чего-то не хватает сейчас у вас для достижения ваших желаний. Говорят, что нужен какой-то период спокойствия. Вот этот период спокойствия даст возможность восстановиться. вам либо же тому, что даёт вам этот ресурс. Вот, вы всё равно это получите. Дайте время. Что ещё? Так, тут на первый план выходят семейные ценности. Защищайте их всей своей мощью. Да, вот как-то так. Как можете, защищайте семейные ценности. Вот. Не идите на компромиссы ни за что. Вот какой бы там ни был сюжет отыгран в ближайшее время, здесь вот говорят, что защищайте семейные ценности, защищайте семью. Это не говорят, что там какой-то идёт, а здесь ничего страшного. Здесь как будто бы, знаете, вот что-то покажет, да, что кто-то заденет словом, например, да, здесь что-то незначительное. Но, пожалуйста, вот даже вот в этом моменте будьте на стороне своей семьи, всегда на стороне тех, кто ближе к вам, да, ваших родных. И тут ещё говорят, что ваша семья, да, вот очень сильно защищена высшими силами, что никто не сможет пробиться туда с плохими действиями, с плохими намерениями. Можно даже так сказать, чересчур какая-то сильная защита. вы можете не переживать. Так, и ещё один совет. Совет, совет. Разговор с человеком, необходим какой-то разговор с человеком, который имеет, знаете, вот обладает какой-то информацией, какой-то, каким-то, может, с чем-то существенным, давайте так, либо даже, может быть, чем-то материальным. Вот, разговор с этим человеком, партнёрство с этим человеком, либо просто участие этого человека, ну, вам как нужно первое, да, поговорить, даст возможность сделать правильно какой-то рискованный шаг. вот, обойти, обойти острые углы и получить то, что необходимо. вы будете довольны результатом. Здесь идёт победоносный клич, ура, у меня получилось. Вот, вот так вот. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что были здесь, за вашу энергетику, за ваши лайки, за ваши комментарии. Это очень ценно для меня, потому что это проявление вашего внимания ко мне. Безмерно благодарна тем людям, которые финансово помогают в моей работе. Я вижу, что эти видео необходимы вам и хочу, чтобы действительно только самое лучшее реализовывалось в вашей жизни. Благодарю вас и пускай всё, что вы даёте мне, я очень хочу, чтобы действительно это умножалось и в ваших жизнях приносило вам ещё больше, чем то, что даже вы приносите сюда. Спасибо вам за всё. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,